Беседа 30-я, Бытие 11.1 Вот уже мы пришли к концу Святой Четыридесятницы, совершили плавание поста и, по милости Божией, достигли наконец пристани. Но не предадимся от этого беспечности и покажем тем более усердие и бдительность. И корнча, когда переплыв бесчисленной бездны морские, готовятся уже с распущенными парусами и выложенным наверх грузом войти в пристань. Тогда-то и показывает особенную внимательность и заботливость, чтобы как-нибудь не удариться кораблем о скалу или камень и не потерять плодов прежнего труда своего. Таким же образом поступает и состязующиеся в бегах. Когда они же приближаются к концу своего поприща, тогда-то особенные стараются бежать как можно скорее, чтобы достигнуть конца и удостоиться награды. Равные борцы, когда после множества подвигов и побед вступают в окончательную борьбу о венце, тем большее выказывает усилие, чтобы сойти с места борьбы с венцом победным. И так, как корнча, как состязающиеся в бегах и борцы, тогда особенно все напрягает свое усердие и бдительность, тогда приближается к концу своих трудов. Таким же образом и мы теперь, достигшие по благости Божией этой великой седмицы, то есть страстной, должны особенно усилить подвиг поста, совершать усерднейшие молитвы, принести полное и искреннее исповедание грехов и творить добрые дела, подавать щедрую милостыню, являть тихость, кротость и всякую другую добродетель, чтобы с этими добрыми делами достигнуть нам дня воскресения Господня, и насладиться щедротами Владыки. Великой уже называем эту седмицу не потому, чтобы дни ее были длиннее. Есть другие недели, которых дни гораздо продолжительнее. И не потому, чтобы в ней было больше дней. Их число у ней тоже, как у всех других. Почему же называем ее Великою? Потому что в продолжении ее совершилось для нас великие и неизреченные благодеяния. В эту седмицу окончена долговременная брань, уничтожена смерть, истреблена клятва, разрушена власть дьявола, расхищены снаряды его. Бог примирился с человеками, небо сделалось для них доступным. Люди соединились с ангелами. Разделенная сблизилась, разрушена стена, разорена преграда. Бог мира умиротворил небесное и земное. Потому-то и называем эту седмицу Великою, что в ней Господь даровал нам такое множество благ. Поэтому-то многие в эту седмицу и усердствуют более и к посту, и к священным бдениям, и сеночным молитвам, более подают и милости, не желая этими своими делами выразить то почтение, какое они питают к этой седмице. Если Господь даровал нам в ней столько благ, то не должны ли мы, чем более, только можем показывать свое к ней уважение и почтение? Вот и цари своими делами показывают, какое благоговение питают они к этим досточтимым дням. Они повелели, чтобы в эти дни пользовались вдохновением, занимающимся гражданскими делами. Заперты были двери судилищ, прекращались всякого рода споры и тяжбы, чтобы все могли с великой тишиной и спокойствием приступить к совершению дел духовных. Но кроме этого они показывают еще и другую милость, освобождают от оков содержащихся в темнице и сколько возможно для людей подражает своему Господу. В самом деле, как Он освобождает нас из тяжкой темницы грехов и дает нам насладиться множеством благ. Так точно и мы, говорят цари, должны в чем только можем быть подражателями человеколюбия Господня. Видите, как каждый из нас всячески выказывает уважение и почтение, какое питает к этим дням, сделавшимся для нас виновниками многих благ. Так, поэтому прошу теперь более, чем другое какое время, будем приходить сюда отложить всякое житейское помышление с чистым и добрым оком ума. Входя в церковь, никто не вносит сюда с собой житейских забот, чтобы возвратиться отсюда домой с достойной за труды наградою. Итак, вот мы опять предложим вам обычную трапезу и угостим любовь вашу нынешним чтением из блаженного Моисея, изъяснив вам это чтение и вместе показав точность Божественного Писания. Окончив повествование о Ное, оно начало уже излагать родословие Сима и говорит 10.21 «Были дети и у Сима отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Потом, перечислив имена, и говорит, у Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена имя брата его Иоктан. Смотри, как самым именам этого сына Писание предвозвестило об имевшем вскоре последовать чуде, чтобы ты, когда увидишь самое событие, уже не удивлялся, зная, что это заранее предвозвещено именем сына. А перечислив тех, которые родились после этих детей и вера, оно говорит 11.1 «На всей земле был один язык и одно на речи». Разумеется, здесь не землю, но человеческий род, дабы научить нас, что все человечество имело один язык. Под едиными устами, разумеется, речь тоже значит и голос. Все равно, как если бы сказано было, что все люди говорили одними звуками, словами и одним языком, а что именно о речи сказано это, и был один язык и одно на речи, об этом говорится и в другом месте «яд аспидов под устами их». Так-то Писание словом «уста» обыкновенно означает «речь». Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. Смотри, как человеческая природа не любит оставаться в своих границах, но всегда ищет большого и стремится к высшему. Этот особенно и губит людей, что они не хотят знать границ своей природы, но всегда желает большего и мечтает о том, что выше их. От того-то пристрастившийся к мирским благам, даже и тогда, когда обладает великим богатством и властью, как бы забыв свою природу, усиливается подняться все выше и выше, до тех пор, пока не низринутся в самую бездну. Это, как мы видим, бывает каждый день, и однако же прочее не вразумляется этим. А если на малое время не удерживается, то, скоро забыв все, опять идут той же дорогою и падают в ту же бездну. Смотри, как Писание мало-помалу открывает нам непостоянство их воли. Так, как, говорит, они увидели поле, то оставив прежнее жилище, перешли и поселились там. Потом, говорит, и сказали они, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. Смотри, как они не по-надлежащему воспользовались единством своего языка, и как стуэтный замысл житейский стал причиной несчастья. Смотри, чем они думают обезопасить свое строение, зная, что если Господь не созиждит дом, то напрасно и трудится, строящий его. И созиждим, говорят, этот град, прежде чем рассеемся по всему лицу земли. Смотри, как нечестие уже усилилось, имеющие в свежей памяти всеобщую погибель, разумеется, всемирный потоп. Они уже дошли вот до какого безумия. Сказали, построим себе город и башню высотой до небес. Словом, до небес божественное писание хотелось изобразить нам необычайность их дерзости. И сделаем, говорят, себе имя. Видишь, где корень зла? Да заслужим, говорят, вечную память. Пусть всегда помнят о нас. Наше дело и создание будет таково, что никогда не забудется. И это сделаем прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. Пока, говорят, мы еще вместе выполним наше намерение, чтобы оставить нам в последующих родах вечные о себе воспоминания. Много и теперь есть таких, которые подражают этим людям и хотят такими же делами оставить по себе память. Они строят великолепные дома, бани, портики, гульбище. И если спросишь, кого бы то ни было из них, для чего он так трудится и беспокоится, и тратит много денег по-пустому, то не услышишь ничего, кроме следующих слов. Чтоб всегда помнили о нас. Чтоб говорили, это дом такого-то, это поле такого-то. Но это значит заслужить себе не добрую память, а скорее осуждение, потому что к этим словам точно же прибавляют еще и другие самые укоризненные слова. Это дом или поле такого-то, лихаимца, хищника, притеснителя вдов и сирот. И так это значит не приобретать себе память, но подвергать себя вечным нареканиям, носить и после смерти клеймо бесславия, изощрять язык всех, кто не увидит эти домы и поля, на осуждение и порицание их владельца. Если же ты подлинно ищешь вечной памяти, так я покажу тебе путь, которым можешь ты и достигнуть всегдашнего себе воспоминания на земле, и приобресть с великой славой великое и дерзновение в будущем веке. Как же можешь ты сделать, чтобы каждый день воспоминали о тебе и превозносили тебя похвалами даже и по смерти, если богатство свое раздашь в руки нищих и оставишь таким образом после себя драгоценные камни, огромные домы и поля и бани, такая память бессмертна, такая память будет для тебя виновницей тысячи сокровищ, такая память облегчит тебя тяжких грехов и даст тебе великое дерзновение пред Господом. Подумай только о тех словах, которые каждый будет говорить, называя тебя милостивым, человеколюбивым, добрым, кротким и весьма щедрым. Расточил, сказано, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Псалом 111.9. Так-то бывает с богатством. Когда его расточаешь, оно тем более сохраняется. Когда же удерживаешь и запираешь губи даже своих обладателей. Расточил, сказано, раздал нищим. Послушай, что следует и далее. Правда его пребывает вовек. Он в один день рассочил богатство, а правда пребывает вовеки. И бессмертною сделает память о нем. 316. Видишь, какая память продолжается через все веки. Видишь, какая память доставляет великие и неизреченные блага. Такими-то зданиями постараемся оставить по себе память. Здания, построенные из камней, не только не могут принести нам пользу, но еще, подобно позорному столпу, будут непрестанно вопиять против нас громким голосом. Когда отходим мы отсюда, то сделанные нами из-за этих зданий грехи уносим с собою. Самое же здание оставляем здесь. И таким образом не только не достигаем через них даже и пустой и бесполезной памяти, но еще подвергаемся осуждениям. И само имя владельца тотчас переходит к другому. И от этого опять к иному. Сегодня, говорят, этот дом такого-то. А завтра другого. А послезавтра еще иного. Таким образом, мы добровольно сами себя обманываем, думая, будто имеем власть над какой-нибудь вещью. И не рассуждая, что можем только пользоваться ею, и волей или неволей уступаем эти вещи другим. Не говорю еще, что оставляем их даже таким людям, которым бы мы и не хотели. Но если ты непременно желаешь, чтобы о тебе помнили, если это тебе вожделенно, то послушай, как вдовицы вспоминали о Тавифе и как они обступили Петра, проливая слезы, показывая ему платья, одежды, какие делала Серна, живя с ними. Вот живые здания, которые издавали голос и имели такую силу, что даже возвратили умершую к жизни. В самом деле, когда они обступили Петра, проливая горячие слезы и изъясняя свою нужду в пище и других средствах жизни, Петр сказал, выслал их вон, преклонил колено, помолился и, восставив ее, призвал святых и вдовиц и поставил ее живою, я не 9.40. Так и ты, если хочешь, чтобы о тебе помнили, если ищешь истинной славы, подражай этой жене. И такие же строй здания, не тратья на мертвое вещество, но показывай великую щедрость к подобным тебе. Такая память достохвальна и приносит великий плод. Но возвратимся к нашему предмету и посмотрим на дерзость тогдашних людей. Их грех послужил для нас, если только захотим быть внимательными, вразумлением. И построим, сказали, город и башню высотой до небес. И сделаем себе имя, прежде нежели рассеяться нам по земле. Видишь ли, как эти люди во всем показывают развращение своей воли. И построим, говорят, город себе и башню, и сделаем себе имя. Смотри, как они после такой всеобщей погибели отважают, но не меньшие пороки. Чем же надлежало быть? Чему? Как удержать их от безумия? Бог по своему человеколюбию обещал, что никогда уже не наведет потопа. А они ни наказаниями не вразумились, ни от благодеяний не сделали слушай, потому слушай, что следует далее. И познай величие неизреченного человеколюбия Божие. И сошел Господь посмотреть город и башни, которые строили сыны человеческие. Смотри, как Писание выражается по-человечески. Сошел посмотреть. Не для того, чтобы мы понимали это по-человечески, но чтобы через это научились никогда не осуждать неосмотрительно братьев наших. И не судите о них по слуху, пока не получим полного удостоверения. Да и все, что не делает Бог, делает для этого. И всегда такое снисхождение употребляет Он для научения рода человеческого. И сошел Господь, чтобы посмотреть город и башню. Смотри, Он не с самого начала останавливает их неистовство, но показывает великое долготерпение и выжидает, чтобы они привели в исполнение весь свой замысел. И чтобы тогда уже расстроить Ему их предприятие. Дабы никто не мог сказать, что они и решились было, но не привели в исполнение свои замыслы. Бог выжидает, чтобы они исполнили свои предприятия. И потом уже показывает, как бесполезны их замыслы. И сошел сказанный Господь, смотри, какое великое человеколюбие, попустил им понести труды и тягости, чтобы самый опыт сделался для них учителем. И как увидел, что зло усиливается и болезнь распространяется, то уже не оставляет их в конец. Но являя свою благость, как наилучший врач, заметивший, что болезнь усиливается и рано оказывается неисцелимым, производит скорое сечение, чтобы совершенно уничтожить самую причину болезни. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумались сделать. 318. Видишь, человеколюбие Господа, так как он хотел расстроить их замысл, то предварительно составляет оправдание этого своего намерения. Указывает на великость греха их, на чрезвычайность, злонравие, на то, что они непонадлежащему воспользовались единством языка. И вот, говорит, был на земле один язык и одно на речи и здесь у всех один язык. Бог обыкновенно поступает так, когда намеревается послать наказание, то прежде показывает великость грехов и как бы представляет оправдание, а потом уже и наказывает. Так и во время потопа, когда он восхотел сделать страшную ту угрозу. Писание говорит, и увидел Господь Бог, что умножились злодеяния людей и помышления их в сердце во всякое время на зло от юности. Видишь, как сперва он показал крайность их развращения, а потом уже сказал, истереблю человеков. Так и теперь, вот, один у всех язык, и что начали делать, не отстанут. Не отстанут, говорит, никто уже не в силах будет удержать их стремление. Если они теперь, пользуясь таким единством мыслей, и языка впали в такое неистовство, то не сделают ли с течением времени еще худшего. Напротив, они постараются привести в исполнение все свои замыслы, если не понесут тотчас же наказание за свои дерзкие предприятия. Точно так было и с первым человеком. И там Бог, когда положил изгнать Адама из райского жилища, говорит ему, кто сказал тебе, что ты нагр. И еще, вот Адам, как один из нас, разумеет добро и зло, и ныне, чтобы он не простер руку свою, и не взял от древа жизни, и не съел, и не стал бы жить вовек, и знал его Господь Бог из рая. И теперь, говорит, вот, сойдем же и смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого. Смотри опять, какое снисхождение слова. Прийди, говорит, и сошли, сойдем, смешаем. Что значит эти слова? Не требует ли Господь у кого содействия к исправлению или помощи к рассеянию этих людей? Нет. Напротив, как выше уже сказал описание, сошел Господь, чтобы этим показать нам, что Он ясно видел чрезмерность греха их. Так и здесь Бог говорит, прийдите, сойдем и смешаем. Без сомнения, к равночестным сказаны эти слова, сойдем и смешаем. Такое наказание, говорит, налагая на них, как какой-нибудь вечный памятник, чтобы оно продолжалось весь век и ни в какое время не забыли о нем. Так как они непонадлежащему воспользовались единством языка, то хочу разуметь их разноязычием. Так и везде поступает Господь, так поступил вначале с женою. Она непонадлежащему воспользовалась данной ей честью, поэтому Бог и подчинил ее мужу. Тоже и с Адамом. Он не воспользовался великим счастьем райской жизни, но через преступление сделал себя достойным наказания. Поэтому Бог изгнал его из рая и наложил на него всегдашнюю казнь, сказав «Верни и волшцы, возрастись тебе земля». Итак, когда эти люди, пользовавшиеся одним языком, употребили во зло данное им преимущество, Бог останавливает стремление их нечестия разноязычием. «И смешаем, — говорит, — там языки, чтобы один не понимал речи другого, чтобы как единство языка совокупляло их в одном месте жительства. Так разность языка заставила их рассеяться, не имея одного языка и образа речи, как бы они могли жить вместе. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Смотри на человеколюбие Господа, в какое он привел их затруднения. Они стали после этого похожи на безумных. Один требовал того, а другой подавал иное. Так что все их усилия, наконец, делались бесплодными. Потому и рассеял их Господь, посему данное ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Смотри, сколько сделано, чтобы память об этом сохранилась во все веки. Во-первых, разделение языков, но еще более и прежде это самое наречение имени, потому что имя Фалек, которое Ивер дал своему сыну, значит разделение. Потом название места. Место названо смешением, что и значит Вавилон. Наконец, сам Ивера остался с тем же языком, чтобы это служило ясным знаком разделения. Видишь, какими мерами Бог восхотел это событие сохранить навсегда в памяти у людей и спасти от забвения. С тех пор уже отец должен был рассказывать сыну о причине разности языков. И сын старался узнать от отца, почему так названо то место. Вавилоном названо то место, потому что оно означает смешение, небо там смешал Господь Богу языки всей земли и оттуда рассеял их. Это название места, мне кажется, равно означает и то, что Бог смесил языки, и то, что от этого люди рассеялись. 32. Слышали вы, возлюбленные, от чего произошло рассеяние этих людей и разделение языков? 33. Не станем же, прошу, подражать им. Будем пользоваться, как должно, тем, что дано нам от Бога и помним природу человеческую. Будем предпринимать только то, что приличным предпринимать людям смертным, размышляя о тленности настоящего и о кратковременности нашей жизни. Будем предуготовлять себе великое дерзновение совершением добрых дел. И в эти дни не только покажем особенное усердие к посту, но и подадим щедрую милость и не принесем прилежные молитвы. С постом всегда должна быть соединена молитва. И что это правда, послушай, как говорит Христос, все роды изгоняются не иначе, как только постом и молитвою. И об апостолах также сказано, помолилась и попастившись предали их Господу, в Которого уверовали. Еще говорит апостол, не удаляйтесь друг от друга, разве только для упражнения в посте и молитве. Видишь, как пост нуждается в содействии молитвы. Да и молитву совершается со вниманием, особенно во время поста, потому что тогда душа бывает легче, ничем не отягчается и не подавляется гибельным бременем удовольствия. Молитва великое оружие, великое защита, великое сокровище, великое пристань, безопасное убежище. Только бы мы приступали к Господу с бодрой душой и сосредоточенными мыслями, не давая никакого доступа врагу нашего спасения. Так как он знает, что в это время, беседуя необходимым для нас ко спасению, и исповедуя свои грехи и показывая раны врачу, мы можем получить совершенное исцеление, то особенно в это время и нападает, и употребляет все усилия, чтобы не изложить нас и повергнуть в беспечность. Поэтому, молю вас, будем бодрствовать и, зная коварство дьявола, постараемся особенно в это время отгонять его так, как будто бы мы видели его присутствующим и стоящим перед нашими глазами. Постараемся удалять от себя всякий помысл, смущающий душу нашу, напрягать все свои силы и творить усердную молитву, так, чтобы не только язык произносил слова, но и душа вместе со словами восходила к Богу. Если язык произносит слова, а душа скитается вне, помышляя о домашних делах, мечтая о том, что бывает на торжище, то нам не будет никакой пользы от молитвы, а скорее будет еще и большее осуждение. Если мы, пришедшие к человеку, показываем такое к нему внимание, что часто не видим даже людей, стоящих поблизости, но сосредотачиваем мысли свои и видим того только, к кому пришли, то тем более должны мы так поступать в отношении к Богу, всегда и непрестанно пребывая в молитвах. Поэтому и Павел писал, молитесь во всякое время, молитесь и духом, то есть не языком только, но и с постоянным бдением телесным, но и самой душой, духом. Ваши прошения, говорит, да будут духовны, да бодрствует ваш ум, ваша душа да внимает словам. Просите того, что прилично просить от Бога, чтобы получить вам и просимое. И при этом ведите себя внимательно, трезвясь и бодрствуя душою, не выказывая небрежности, не носясь умом туда и сюда, но свое спасение совершайте со страхом и трепетом, потому что сказано «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении». Притча 28.14. Великое благо молитва. Если кто, разговаривая с добродетельным человеком, получает от того немалую пользу, то каких благ не получит удостоившийся беседовать с Богом? Молитва есть беседа с Богом. И чтобы тебе удостовериться в этом, послушай, что говорит Пророк, да будет благоприятна песнь моя, Псалом 134, то есть да будет приятна Богу беседа моя, разве не может он и прежде нашего прошения подать нам? Но он потому ожидает нашего прошения, чтобы иметь случай правильно удостоить нас своего промышления. Итак, получим ли просимое или не получим, будем приближать к молитве и благодарить не только тогда, когда получаем, но и когда не получаем. Потому что и неполучение, когда бывает по воле Божией, не менее благотворно, как и получение. Мы ведь и не знаем, что нам полезно в той мере, в какой он это знает. Следовательно, получим ли или не получим, мы должны благодарить. И что удивляешься, когда говорю, что мы не знаем, что полезно для нас? И Павел, муж столь великий и высокий, удостоившийся таких неизреченных откровений, не знал, что он просил неполезного ему. Видя себя окруженным бедствиями, непрестанными искушениями, он молился об избавлении от них. И не однажды, не дважды, но многократно, трижды, говорит, молил я Господу. Трижды, то есть многократно он молил и не получил. Посмотрим же, как он это перенес. Возрастал ли? Спал ли в уныние? Отчаялся ли? Нет. Ну что, говорит? Довольно для тебя благодати моей, говорит Господь, ибо сила моя совершается в немощи. Бог не только не освободил его от постигших его бед, но и попустил ему оставаться в них. Пусть так. Но откуда известно, что не роптал на это? Слушай, что сам Павел говорил, когда узнал, что так угодно Богу. Поэтому лучше буду хвалиться немощами моими. Но только, говорит, не ищу же освободить от этих бед, но еще с великим удовольствием хвалюсь ими. Видишь, какая признательная душа. Видишь, какая любовь к Богу. Послушай, что еще говорил он. О чем молиться, как подобает, мы не знаем. Римлянам 8.26. То есть мы, как люди, не можем знать все обстоятельно. И так должно все предоставлять создатели естества нашего и принимать с весельем, великой радостью все, что не определит он, и смотреть не на то, чем кажется нам происшествие, а на то, что угодно Богу. Он лучше нас знает, что нам полезно. Знает и то, как устроить наше спасение. Итак, единственным делом с нашей стороны да будет постоянно пребывать в молитве и не роптать на нескорое исполнение наших прошений, но показывать великое терпение. Бог медлит исполнить наши прошения не потому, чтобы отвергал их, но потому, что хочет научить нас усердию к молитве и постоянно привлекать нас к себе. Так и чадо-любивый отец, будучи и часто упрашиваем сыном, не исполнять просьбы его не потому, чтобы не хотел дать, но чтобы через это побудить сына к усерднейшему прошению. Зная это, не будем никогда отчаиваться и не перестанем приступать к Богу и возносить к Нему усердную молитву. В самом деле, если усердная просьба женщины подействовала на того жестокого бесчеловечного и не боявшегося Бога судью и заставила его оказать ей защиту, то мы ли, если только захотим подражать этой женщине, не расположим оказать нам помощь нашего милосердого, человеколюбивого Господа, который по благоутробию своему хочет устроить наше спасение. Итак, научимся неотступно и постоянно прилежать к молитве днем и ночью, и особенно ночью, когда никто не смущает, когда ум спокоен, когда великая тишина, нет никакого волнения в доме, никто не препятствует нам заняться молитвою и не отвлекает от нее, когда возбужденная душа может обстоятельно высказать всю, все врачу душ. Если блаженный Давид, царь и пророк, хотя был отягощен многочисленными делами и облечен в порфиру и диадему, говорил однако же о себе, в полночь вставал я слабословить имя твое за все судьбы правды твоей. То, что скажем мы, которые хотя и проводим частный и свободный отдел жизни, однако же не делаем и того, что он делал. Так как днем у него было множество забот, дел и беспокойств, и он не находил времени удобного для молитвы, то время покоя, которое другие проводят во сне, возбежа на мягких постелях и ворочаясь туда и сюда, он, царь, связанный такими заботами, употреблял на молитву, беседовал наедине с Богом и, вознося искреннее и усердное моление, получал то, чего желал. При содействии этих молитв он счастливо вел войны, воздвигал трофеи, одерживал победу за победою, потому что у него было непобедимое оружие, сила вышняя, которая может выдержать борьбу не только с людьми, но и с демонскими полчищами. И так ему-то будем подражать и мы, частные люди, царю, ведущую жизнь, легкую и спокойную тому, кто, обреченный порфирую и венцом, превзошел монахов строгой жизни. Послушай, в самом деле, как он говорит в другом месте, слезы были для меня хлебом день и ночь. Салом 91.4 Видишь, как душа его была в непрестанном сокрушении. Пищей для меня, говорит он, хлебом, пиршеством было не другое что, как слезы мои ночью и днем. Еще, утрудился воздыханиями моими, каждую ночь омываю постель мою слезами моими. Что скажешь, или чем извинимся мы, которые не хотим показать и такого сокрушения, какое показывал царь, обремененный столькими делами? А что скажем непрекраснее этих глаз, которые непрестанными слезами украшались, как бы перлами? Ты видел царя, который ночью и днем проливал слезы и пребывал в молитве? Посмотри на Учителя Вселенной, как он заключенный вместе с силой в темницу. Имея ноги, забитые в колоду, молился всю ночь, не удерживаясь от этого ни болью, ни узами, но тем большую и пламеннейшую, показывая любовь к Господу. Павел и сила, говорится, в полночь, молясь, воспевали Бога. Давид, обреченный царским достоинством и диодемой, всю жизнь пребывал в слезах и молитве. Апостол, восхищенный до третьего неба, удостоенный откровения, неизреченных тайн, находясь в узах, в полночь возносил молитвы и хвалы Господу. И царь, вставая в полночь, исповедовался. И апостолы также в полночь совершали усердные молитвы и хвалы. Им-то будем подражать и мы, будем ограждать жизнь нашу непрестанными молитвами. И пусть ничто не будет для нас препятствием к этому, ведь действительно ничто и не может воспрепятствовать нам, если только мы сами бдительны. Разве для этого мы нуждаемся в особом месте или времени? Всякое место и всякое время удобно для нас к молитве. Послушай, в самом деле, того же Учителя Вселенной, что он говорит на всяком месте, воздевайте чистые руки без гнева и сомнения. Если сердце твое свободно от нечистых страстей, то где бы ты ни был, на торжеще ли, дома ли, на пути ли, в суде, на море, в гостинице или в мастерской, везде можешь помолиться Богу и получить просимое. Зная это, прошу вас, вместе с постом покажем усердие и к молитве, и в ней приобретем себе помощницу, чтобы, удостоившись благодати Божией, провести нам и настоящую жизнь благоугодно Ему. И в будущее сподобиться Его человеколюбие, благодати и щедротами Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.